Стоит ли играть в World of Tanks Blitz в 2024 году? Задался я вопросом, проведя в игре целый год. Всем привет, с вами Гофыч, и давайте же разберемся с этим вопросом. 3 января, 2023 год. На моем канале выходит первое видео о игре World of Tanks Blitz. Выберите никнейм, такой ник уже занят. Хорошо, давайте мы напишем вот так. Такой тоже ник занят, да ты что? Тогда мы сейчас забацаем вот такой никнейм. Эй, печатайся давай. Во, Гофыч, все шикарно, вроде бы нормально написал. Никнейм свободен, мы нажимаем подтвердить. Ну какая же офигенная картинка, сочно все выглядит. Ждем подключения. World of Tanks Blitz, давайте тут посмотрим. Трейлер нам показывают, вау. Вау, вау, вау. Скачав игру и зайдя в нее, мне было довольно тяжело разобраться в самой игре, так как я специально не смотрел никаких гайдов. Я хотел сам разобраться, что к чему, и спустя пару тысяч боев я получил первого мастера, приобрел уже свои первые танки 10 уровня. И просто начал осваиваться в танках. За целый год я провел в World of Tanks Blitz более 2000 часов. Я хочу вам сказать, я и по сей день играю с большим удовольствием, открывая и прокачивая новые танки. Сейчас мы разберем суть вопроса, стоит ли играть в World of Tanks Blitz в 2024 году. Сейчас я вам разложу все по полочкам, вы главное слушайте и не перебивайте. Первое и самое, пожалуй, основное, это геймплей. С одной стороны, он примитивен, едешь, стреляешь, есть команда союзников и команда противников. Твоя задача их убить и победить. Сначала я думал так же, но обретая игровой опыт, знания о танках противника, сколько он может нанести тебе урона и какая скорострельность у его пушки, ты начинаешь уже думать головой. На какую позицию поехать, с кем лучше вообще не перестреливаться и так далее. Самая главная задача это победить, выжить в бою, ну и конечно же нанести больше всех урона. В итоге мы получаем офигенный танковый шутер. А еще главным плюсом является, что бои у вас идут от 3 до 5 минут. Кто-то скажет мало, но вы, ребят, заблуждаетесь. В первую очередь вы можете играть где угодно, так как World of Tanks Blitz есть на андроидах, iOS и даже ПК. У вас появилось свободных 10 минут. Зашли в игру, 2-3 боя отыграли, получили эмоции и идете заниматься своими делами. Игра вас не принуждает к многочасовому геймплею. Хотите играйте один бой в день, хотите играйте вообще по 100 боев в день. Все зависит только от вас, насколько быстро вы хотите прокачать свой первый танк 10 уровня. Второй пункт, который кстати тоже немаловажен. Ваш геймплей вообще не зависит от доната. Чтобы побеждать и наносить много урона, вам лишь нужно умение управлять своим танком. Время от времени стрелять и менять позиции, как я отметил в первом пункте. Ваш уровень игры будет подниматься с каждым новым боем, с каждым купленным танком. Конечно, как и в любой другой игре, донат вам будет помогать быстрее прокачивать танки до 10 уровня. Но я хочу вам сказать, торопиться не стоит. На каждом уровне есть свои супер-мега-крутые и интересные по геймплею танки. В итоге мы получаем игру, в которую можно играть абсолютно без доната. Но также я хочу отметить, что главной валютой World of Tanks Blitz является голда, которая нам может выпасть в малом количестве из ежедневных контейнеров. За выполнение клановых задач тоже нам отсыпят немножко голды. Также в танках довольно часто проходят ивенты, в которых также можно получить халявную голду, выполнив пару заданий. А когда вы накопили достаточное количество голды, вы идете в магазин и приобретаете себе новый танчик. За целый год я приобрел более 10 танков разных уровней. И третий пункт. Почему World of Tanks Blitz затягивает людей на десятки и сотни тысяч боев? Да все на самом-то деле просто. Пока ты прокачаешь все танки, пройдет очень много времени. А на этом, пожалуй, все. Пишите в комментариях, чем вас затянул World of Tanks Blitz. И сколько времени вы уже потратили на данную игру. С вами был, как всегда, Гофуч. Огромное спасибо вам за просмотр, лайки и комментарии. Также не забывайте подписываться на группу в Телеграме. Всем удачных боев. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok